МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это деловая Чувашия, программа о деловой жизни республики. И я, Ольга Григорьева. Сегодня в выпуске. Релестроение стирает все границы. В Чебоксарах собрались участники международной конференции и выставки Релавэкспо-2013 из России и зарубежья. Ультиматум власти. Руководство пивоваренного завода в Новочебоксарске потребовало субсидий от региона, иначе пригрозило закрыть завод. Правительство республики не исключило негативный сценарий. Возможен ли компромисс? Давайте разберемся. Индивидуальных предпринимателей, в отношении которых вдвое выросли страховые взносы с начала года, услышали в правительстве. Что дальше? Чебоксары во второй раз приняли у себя участников международной научно-практической конференции и выставки Релавэкспо-2013. Расшифровывается сокращение как релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России. События крупные и масштабные для республики. Более 750 участников из 52 регионов России и стран Австрии, Канады, Франции, Белоруссии и Украины приехали в столицу Чувашии. Это представители компаний-производителей и госкорпораций Росгидро, Росатом, ФСК, ЕС, РЖД. Подразделения Минобороны России, проектных организаций, инжиниринговых компаний, вузов страны и поставщики. Конференцию предварила выставка. Свои достижения там представили предприятия Чувашии и из регионов России. Релавэкспо посетил глава республики Михаил Игнатьев. В своем приветственном слове он сказал, что такие выставки дают дополнительные импульсы российским компаниям для того, чтобы они успешно конкурировали с зарубежными, особенно в условиях ВТО. Новые ученые, новые разработки, производственники внедряют. Очень так быстро меняются на этом потребительском рынке. И мы должны, опережая все эти события, все складывающиеся ситуации, конкурируя на рынке, продавать свой товар. Чебоксары являются мозговым центром релестроения, отметил глава Чувашии. У города есть многолетний опыт. Чебоксарские предприятия достойно представляют республику на российском и зарубежном рынках. И с этим трудно не согласиться. Я хочу сказать, что конкурентоспособность компаний, которые находятся на территории Чебоксара, и они были исторически, так сложилось, что здесь высокоинтеллектуальное оборудование для сетей, оно производилось здесь, и для генерации в том числе. И я хочу сказать, что когда формировался вот это новое устройство релейной защиты, многое иностранные компании взяли как раз отсюда, с Чебоксар. Хотя наряду с достижениями у релейщиков есть проблемы. Одна из основных – отсутствие отечественных комплектующих. В работе используются иностранные. Вопросы современной релейной защиты и противоаварийной автоматики обсуждались уже в рамках конференции во время пленарного заседания и круглого стола. До 15 мая правительство России вместе с экспертным сообществом должно подготовить предложение по развитию экономики страны. Такое поручение дано по итогам экстренного совещания, которое глава государства собирал в Сочи. Владимир Путин говорил о том, что охлаждение мировых финансов уже отражается на России, хотя в стране есть достаточный запас прочности. Цены на нефть и другие ресурсы остаются высокими, золотовалютные резервы – серьезными, подушка безопасности, созданная бюджетными резервными фондами, надежная, но нужны новые решения, чтобы оживить ВВП. Президент поручил правительству разработать дополнительные меры, чтобы защитить страну от спада производства и негативного влияния мировой экономики, сообщает Вести. Настораживают цифры. Индекс промышленного производства перестал расти. Экспорт, напротив, снизился, зато импорт усилился. В начале года увеличилась безработица. Рост ВВП замедлился. В первом квартале прошлого года он составил 4,8%, а в четвертом – 2,1%, а в первом квартале этого года – лишь 1,1%. В итоге Минэкономразвитие вынуждено пересмотрело прогноз по росту на 2013 год и понизило его до 2,4% ВВП. Это при высокой цене на энергоносители. Данная цифра ниже роста мировой экономики. Такого не было давно, отмечалось на экстренном совещании. Наряду с внешними факторами сказались внутренние, чисто российские проблемы. В частности, рост процентных ставок. Пока займы остаются дорогими. В стоимость кредитов банки закладывают риски и собственную маржу. Финансовым учреждениям рекомендовали уменьшить норму банковской прибыли. В пример поставили еврозону, где ситуация сейчас сложная. Несмотря на потрясение, процентные ставки там ниже, банки оценивают риски по-другому, а маржу закладывают меньше. Российские финансовые учреждения не подвергаются таким атакам, как на Западе, а государство оказывает им помощь. В связи с этим президент рассчитывает, что российские банкиры начнут реально оценивать ситуацию в стране и тот объем помощи, который в трудные времена всегда оказывали. Прозвучало также, что решения будут обсуждаться вместе с бизнес-сообществом. Сбрасывать со счетов ситуацию на мировых рынках не приходится. Европу лихорадит, даже экономика Китая замедлила темп. Эксперты говорят о том, что России нужно быть готовой к спаду производства. С учетом непростых прогнозов доходы регионов могут снизиться, а за субъектами – социальные программы. Не исключено, что понадобится помощь федерального центра. Между тем, ситуация в чувашской экономике звучит в унисон российской. Цифры по первому кварталу 2013 года неоптимистичные. Индекс промышленного производства ниже, чем ожидалось – 82,9%. Причем снижение фиксируется с конца прошлого года. По прогнозам Республиканского Минэкономразвития, индекс промышленного производства ожидается на уровне 100%. На снижение индекса повлияло сокращение объемов обрабатывающей промышленности. Из-за внешних факторов, полагают в профильном министерстве. Это и снижение спроса на внутреннем рынке. В частности, этот фактор повлиял на динамику производства на таких предприятиях, как промтрактор, агрегатный завод, промтрактор промлин, промтрактор вагон. Повышение конкуренции. То есть эти факторы повлияли главным образом на предприятия химической отрасли. Увеличение сроков изготовления заказов продукции, длительный технологический цикл. Также отсутствие платежеспособного спроса со стороны потребителей сказалось на индексе производства электротехнической сферы. Отмечу, для экономики Чувашии большое значение имеет, как чувствует себя машиностроение и электротехника. Они дают основную долю в структуре валового регионального продукта и промышленности. Если детальнее остановиться на этих подвидах экономической деятельности, то ситуация в них неоднозначная. С одной стороны, с октября прошлого года стоял промтрактор-вагон. Из-за отсутствия спроса на продукцию он заработал только в марте этого года. Появились контракты на апрель-май. Теперь важно сохранить и сформировать портфель заказов на будущее. С другой стороны, нарастить производство удалось шумерлинскому заводу спецавтомобилей и комбинату автофургонов. Между тем, сложности испытывала электротехника, локомотив Чувашской экономики. Она вынужденно притормозила из-за шагов стратегических партнеров. Федеральной сетевой компании, Росгидро, Росатом и других. Госкорпорации составляли свои инвестиционные программы, причем закладывали в них более консервативный сценарий. Соответственно, сроки заключения контрактов сдвинулись. При этом хороший рост все же продемонстрировали ЭКРА и ее НПП. Экспорт в стране по итогам первого квартала сократился на 4,5%. Об этом шла речь на специальном совещании Минэкономразвития в Москве, куда приехали представители региональных центров экспортной поддержки, в том числе и из Чувашии. Говорили о том, как в существующих экономических условиях выводить малые и средние предприятия на внешние рынки. Пришли к выводу, что больше внимания нужно уделять развитию производства, поддерживать успешные компании, обмениваться лучшими практиками. На совещании выступал и координатор Центра экспортной поддержки Чувашии Александр Рыбаков. Он презентовал экспортный потенциал республики, рассказывал о том, как у нас поддерживают экспортеров. В целом, на фоне схожих с нами регионов, Чуваши выглядят крепким середняком. В республике более 100 экспортеров. Для сравнения, в Мордовии около 15, в Удмуртии всего где-то 6-10. Свою лепту в общее дело вносят, разумеется, сами предприятия, но не нужно сбрасывать со счета в помощь государства. Чувашские предприниматели охотно пользуются различными формами поддержки. Среди них и один из старейших экспортеров республики Александр Морозов. После лихих 90-х, когда промышленность буквально стояла, он ушел с завода и открыл свое дело. Сегодня предприятие Александра Морозова поставляет свою продукцию в десяток стран ближнего и дальнего зарубежья. О том, что делается для поддержки экспортеров, на конкретном примере расскажет Дмитрий Тачилов. Бизнес Александра Морозова экзотический, родом из постсоветской России. Покупает катские станки с фабрик банкротов по всей стране. А таких, не переживших сложности, в России немало. Эти станки с большой распродажей местного ХБК куплены почти по цене металлолома. Разбираем до винтика, делаем модернизацию этих станков и по мере нахождения партнеров, покупателей, предлагаем им. Станки в рабочем состоянии. Около 50 тысяч таких мини-машин ушли за бесценок в Турцию, Бангладеш, Пакистан, другие страны, рассказывает Александр Морозов. Решил наладить специфический бизнес в республике и занял нишу. Свою продукцию, а это не только станки, но и запчасти к ним, поставляет в страны ближнего и дальнего зарубежья. Вот только некоторые. Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Турция, Пакистан, Ирак, Иран, Польша и Чехия. 60% от всего объема приходится на экспорт. Предприниматели называют одним из старейших экспортеров в республике. На заре бизнеса приходилось самостоятельно ездить по странам, вести переговоры. Тогда речи не было о государственной поддержке. А когда она появилась, то воспользовался ею не сразу, вспоминает Александр Морозов. Было недоверие и даже неверие, что это реальная помощь. После очередного звонка из Центра экспортной поддержки решил таки поехать в составе делегации в Китай. Сезли из Китая, значит, там составили правительственные делегации. Потом мне там удалось заключить контракт, скажем так, буквально с турецкой компанией по поставке ткацких станков из запасных частей. А потом уже буквально в течение нескольких месяцев мы собрали документы, которые позволяют получить субсидии на затраты вот этой поездки. И наше предприятие, в принципе, получило субсидии. И для предприятия это была довольно приличная поддержка. И потихонечку человек начинает уходить во вкус. Таких экспортеров поддерживают рублем, компенсируют часть затрат при участии в зарубежных выставках и ярмарках, при уплате процентов по кредитам и так далее. Вся информация размещена на сайте Центра экспортной поддержки Чуваши. В этом году федеральные и республиканские субсидии должны получить около 20 компаний. В основном предприятия будут компенсировать часть процентной ставки, которую они оплатили по кредитам, связанных с экспортом. То есть они покупали оборудование, здания, строения, сооружения. Они сертифицировали свою продукцию, чтобы выйти на внешние рынки. Они участвовали на выставках за рубежом. Они патентовали свои товарные знаки. На обсуждении сейчас вопрос финансовой поддержки экспортеров, открывающих представительства за рубежом. Между тем, Центр экспортной поддержки ищет партнеров и продвигает республику на внешних рынках. К примеру, в составе Чувашской делегации ездили в Иранскую республику, куда свою продукцию поставляет Александр Морозов. В отношении Ирана действуют международные санкции. Западные компании отказываются от сотрудничества. Банки – от проведения финансовых операций. Но со стороны чувашских предприятий к этому рынку большой интерес. В ходе визита в Иран между правительством Чувашии и провинцией Казвин подписано соглашение о сотрудничестве. Одной из целей нашей поездки с бизнесом была установить схему расчетов, схему, можно сказать, законных способов обхода санкций, которые действуют в отношении Ирана. Мы знаем, что сегодня уже ряд наших крупных компаний имеет опыт работы с Ираном. Наша задача – подсказать другим нашим компаниям о том, что Иран может быть надежным партнером. Мы выяснили для себя секреты проведения международных расчетов. Увидели о том, что иранская сторона очень заинтересована в получении информации не только о нашей республике, но и о компаниях. Между тем, для Чувашии экспортный ренессанс в планах. Сейчас в структуре экспорта преобладает машиностроительная и химическая продукция. От самочувствия занятых там предприятий зависит многое. Но экспорт у нас диверсифицированный, говорят специалисты. Вывозим наукоемкую продукцию и не только, а потенциал для роста есть. Диверсификация товарной структуры, поиск партнеров и продвижение своей продукции на внешние рынки продолжится. По крайней мере, настрой на это имеется. Дмитрий Точилов, Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов. Деловая Чувашия. Предпринимателей, роптавших на повышение страховых взносов с 1 января этого года, судя по всему, услышали. История получила продолжение уже на конференции Общероссийского народного фронта в Ростове-на-Дону. Президент поручил правительству разобраться с ситуацией и представить предложение. Напомню, с начала 2013 года изменился порядок начисления страховых взносов индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и тем, кто занимается частной практикой. Раньше за основу брали один мрот, сейчас двойной. В результате платежи выросли вдвое и составили около 32 тысяч с половиной рублей. А с учетом отчисления Фонд обязательного медицинского страхования годовые взносы для ИП поднялись до суммы свыше 35 тысяч 600 рублей. Что предлагают изменить? Дмитрий Ковалев продолжит тему. В преддверии и после изменений начался отток индивидуальных предпринимателей. В стране из 4 миллионов человек ИП ликвидировали 350 тысяч. Опасения звучали еще в конце прошлого года. Во время пресс-конференции в Москве журналисты интересовались у руководителя пенсионного фонда. А не пострадает ли бюджет от роста платежей? Реклама должна провестись так, чтобы нагрузка на бизнес не росла. Но по самознанитам населения как раз все точно стучно наоборот. Если сейчас они так, как 14 300, то в 15-м году 48 тысяч должна вырасти. Мы считаем, что это увеличение минимальное, что рынок труда должен подстроиться. Если, допустим, государство захочет стимулировать эти категории, ну, например, действительно в каких-то регионах совсем плохо. И, значит, тогда им надо давать дополнительные субсидии, преференции. Индивидуальные предприниматели Чувашии тоже понесли свои свидетельства в налоговую. Одни эксперты призывали не смотреть на ситуацию однобока. Говорили, что произошла своего рода чистка рядов. Ликвидировали ИП молчуны, те, у кого были свидетельства, но бизнесом они не занимались. И наемные работники, которые просто числились предпринимателями. По мнению других экспертов, нововведения все-таки повлияли. Но хотели же как лучше. Основной акцент как раз пенсионной стратегии реформы заключается в том, чтобы индивидуальных предпринимателей подвести ко всем тем льготам, в том числе и стандартам, которые существуют для обычного наемного работника. То есть, когда вы будете пенсионером, вы будете обладать всеми теми же правами, что и обычный наемный работник. То есть, если вы получаете дополнительный доход, то, соответственно, у вас будет пересчитываться принцип. Совершенно верно. То есть, вы, наоборот, в результате пенсионной реформы, в том числе, приобретаете свои дополнительные права. Пока ситуация специфична. Социальные налоги у наемных работников много выше, чем у индивидуальных предпринимателей. При этом бизнесмены претендуют на те же пенсионные права, что и все остальные, комментируют в фонде. Приходит время нетрудоспособности, и они обращаются в пенсионный фонд. Этот перекос намеревались исправить. Заодно пополнить бюджет пенсионного фонда. На практике это обернулось сокращением количества ИП. Все мы, и профильные ведомства, и общественные организации допустили большую некомпетентность. Потому что действовали вслепую. Спустили сверху сумму плати. А знаем мы, кто эти плательщики. Какой доход, на каких территориях, какая сумма им по силам, а какая нет. Вот с этого и надо было начинать. Социальные взносы для некоторых предпринимателей оказались неподъемными. Среди них занятые в сфере услуг. Продавцы, репетиторы, няни, парикмахеры. Те, у кого небольшой годовой оборот до 150 тысяч рублей. Сейчас звучит вопрос, что делать дальше. Обсуждается несколько вариантов. К примеру, привязать размер отчислений к сумме доходов предпринимателей или субсидировать страховые взносы тем ИП, кто не может их платить. Как сообщает сайт общественной организации «Опора России», инициативу по дифференциации взносов для ИП поддержало правительство страны. Дмитрий Ковалев, Ольга Григорьева. Деловая Чуваша. Ситуация вокруг пивоваренного завода «Сан-НБФ» в Новочебоксарске. Компания, находящаяся в структуре одного из крупнейших игроков на мировом рынке пива. Одна из тем, которая горячо обсуждалась и продолжает обсуждаться в СМИ и в интернете. Руководство «Сан-НБФ» обратилось в правительство Чуваши с просьбой о помощи. Мол, нужны субсидии из регионального бюджета, иначе завод в Новочебоксарске закроется. Возможно, негативный сценарий исполнительная власть не исключает. О причинах и последствиях такого демарша. Репортаж программы. Пока пивоваренный завод работает в штатном режиме. В закрытие завода здесь просто не верят и считают не более чем слухами. От прессы держатся на расстоянии, а за комментариями относительно сложившейся ситуации сам филиал направляет в главной офис в Москве. Но на наше обращение нет ответа, несмотря на принцип информационной открытости, о котором на своем сайте заявляет компания. Ранее «Сан-НБФ» выступил с требованием к региональной власти поддержать завод в Новочебоксарске с субсидиями, предупредив, иначе его закроют. Также жестко компания повела себя в других регионах. Причина таких радикальных мер, говорится в ранних сообщениях «Сан-НБФ», в росте цен на акцизы и ограничение продаж пива. О том, что ситуация не только в компании, но и во всей отрасли сложная, пивовары говорили еще в декабре прошлого года на встрече с главой региона. Заявляли, что российский рынок пива оказался под законодательным давлением, что производство хмельного напитка снизилось, а один из заводов в Курске закрылся. В 2009 году акцесс был 3 рубля, в следующем году он будет 15. 500 процентов. Для отрасли, конечно, это далеко не простой такой момент. По сути, в 2010 год все компании работали над поддержанием отрасли, а не над своей прибыльностью. А в 2011 год уже как-то так начали о себе и в 2012 задумываться. По сообщениям пивоваров, доходность отрасли продолжает падать. Тех объемов, что были лет 5 назад, уже нет, прокомментировал ситуацию нашей телекомпании председатель Чувашского правительства Иван Маторин. Для «Сан-НБФ» тенденция общероссийская. Производственных мощностей у него вдвое больше, чем сейчас задействовано в производстве. В итоге идет закономерный процесс оптимизации. Сделаны предложения по субсидированию части выпускаемой продукции. Это 2 рубля на литр выпускаемой продукции. Для сравнения, сегодня с 1 литра пива платится бюджет акцесс 15 рублей. Сегодня идут переговоры с компанией, возможно ли это за счет бюджета. Власть Чувашия принялась подсчитывать выпадающие доходы при закрытии филиала. Минус 560 миллионов рублей для дотационного бюджета с учетом социальной нагрузки. Это немалые деньги. Но глава республики все-таки призвал подготовиться к возможному худшему сценарию. К слову, ужесточение антиалкогольного законодательства. Это государственная политика, призванная улучшить здоровье нации и повлиять на повальное пьянство в стране. Это коммерческая организация, доли нашей нету. Исходя из этого, на сегодняшний день, я говорю еще раз, мы должны быть готовы трудоустроить этих людей. А по упадающим этим доходам, Министерство финансов Российской Федерации должно нам возместить. Потому что эти акцизы, они учтены во всех бюджетных и транспортных отношениях и в доходной части нашего республиканского бюджета. Предусмотреть варианты трудоустройства, если нужно переобучить работников завода. Такие поручения службе занятости и администрации Новочебоксарска дал Михаил Игнатьев. Между тем, городу-спотнику, судя по всему, не так-то просто расстаться с таким предприятием. Там квалифицированы рабочие, высокие заработки, а еще серьезные поступления в бюджет. Это делает погоду городу. Объем, который по прошлому году сложился, и акцизы, которые к нам поступили, их оставить. А если вы произвели больше пива, вот там какая-то льгота начинает действовать. С тем, чтобы все-таки мы пошли навстречу производителю. В других регионах власти могут пойти навстречу пивоварам. А это значит, бизнес перебежит туда, полагает депутат Чувашского парламента Олег Мешков. Человек для пивоваренной отрасли не чужой, в свое время возглавлял местную пивоваренную компанию. Есть регионы, где предоставляются определенные субсидии производителям, значит, акцизных товаров, в данном случае пива. А есть регионы, где этот субсидий не предоставляется. Соответственно, как любому производителю, это будет ясно, что выгодно производить там, где ему есть какая-то поддержка, в данном случае в виде субсидий. Ситуацию с АнНБФ уже успели обсудить в депутатской среде. Позиции разошлись. Почему именно этому коммерческому предприятию должны выделяться бюджетные деньги? Задавались вопросом некоторые народные избранники и заодно руководители предприятий. Они тоже не прочь получить подобную помощь. По сути, в регионе может быть создан прецедент. И смотрите, что получается. С одной стороны, мы повышаем теперь эти акцизы, и с другой стороны, предоставляем субсидии. Компенсируем. Тогда зачем надо было повышать? Государственные регулирования надо проводить осторожно, учитывая интересы всех участников процесса. Не только одно желание подполнить бюджет. Надо же знать, к чему это может потом привести. Сегодня мы подполним бюджет, а в последующие годы, если свернется производство. Например, если взять для нашего региона, то это больше полумиллиарда рублей в бюджет. Это же приличные деньги. Позиция правительства республики сводится к тому, что акцизные товары, пиво это или другая алкогольная продукция не должны субсидироваться со стороны республики. Это все же в компетенции федеральных органов власти. Мы в своем письме и правительство республики, а глава непосредственно такое обращение сделал председатель правительства Российской Федерации. Мы обозначили, что здесь федеральное правительство должно дать вводную региону, чтобы мы не становились заложниками такой ситуации, когда идет шантаж со стороны собственника. Для региона это серьезные потери. Сегодня данный завод общих налогов с акцизами платит порядка 600 миллионов рублей для сравнения на 3% собственных доходов республики и соответственно социальные объекты и так далее. Позиция правительства республики услышана и рассмотрена на наблюдательном совете при антимонопольной службе, сообщил Иван Маторин. Совместно с Минфином там собираются подготовить рекомендации для регионов, чего сейчас очень ждут на местах. Ольга Григорьевна, Андрей Шоклев, Деловая Чувашия. Это все на сегодня. Программу Деловая Чувашия можно посмотреть на нашем сайте в интернете. www.ntrk21.ru В разделе авторские программы. А я прощаюсь с вами. Удачи в делах и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!